Приветствую вас дорогие друзья, вы на канале Реалисти КПС. Пока канами проваливаются по срокам, электроник карты задумываются о смене вектора развития своего продукта, конкуренты медленно набирают обороты. В частности я говорю про UFL, которая продолжает делиться новостями, подогревать интерес и знакомить игроков с новыми партнерами нового проекта. И в данном ролике предлагаю обсудить все последние новости по поводу этой игры. Ну а перед тем как мы начнем, не забудьте поддержать ролик своим пальцем вверх, поскольку это способствует продвижению канала и ролика соответственно. Ну а если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. Новый проект обзаводится все новыми и новыми партнерствами. И среди этих новых партнеров есть как футболисты, так и отдельные клубы. Таким образом к списку партнеров помимо Зинченко присоединился Бобби Фермино, а из клубов подтвердили свое партнерство португальский спортинг и украинский шахтер. С последним получается достаточно интересное сотрудничество, учитывая что команда разработчиков из Белоруссии, а сама команда украинская. Но это не более чем интересное замечание, то есть не пытайтесь здесь найти какой-то контекст. После этого сотрудничества я надеюсь, что в списке партнеров окажутся и какие-нибудь российские клубы. А почему бы и нет, единицы наших клубов работают с Konami и Electronic Arts, а поэтому какой-нибудь Краснодар отлично бы затесался в списке других партнеров. Что же касаемо геймплея, то здесь новости все также отсутствуют. Многие иностранные пользователи недовольны этим фактом, и при каждом удобном случае стараются напомнить продюсеру проекта о том, что было бы неплохо поделиться кадрами игрового процесса. И если верить его словам, то с ними мы можем познакомиться уже в декабре. Точно так же, как и узнать о новых партнерских соглашениях с новыми клубами и возможно отдельно взятыми футболистами. Также в последнее время на ютубе стало появляться много различных фейковых геймплеев, которые выдают себя за игровой процесс как раз-таки UFL. И на почве этого произошла достаточно курьезная ситуация, о которой я считаю стоит упомянуть. Дело в том, что один из пользователей твиттера попросил обратить внимание на физику меча в PED 2021, чтобы разработчики воссоздали нечто похожее. И как раз на фоне всех этих фейковых вбросов, продюсер игры, судя по всему даже не смотревший данный отрывок, заявил, что все это фейк и вообще трендерный ролик для букмекерских контор. Но вы наверняка знаете об этом, поскольку еще весной я подробнее рассказывал обо всей этой ситуации. И после этого многие пользователи засомневались в компетентности этого продюсера, и в частности его проекта. Виной тому послужило как отсутствие новостей про геймплей, ну и в целом вся вот эта, ну достаточно курьезная ситуация. Вкратце выскажу свое мнение насчет UFL. Я уже делился им в прошлом ролике по данной теме, но пищу для размышлений подкинули отредеренные ролики с фейсами футболистов. Я все еще призываю не делать поспешных выводов, и в целом относиться к проекту без завышенных ожиданий. Но эти рендеры действительно выглядят паршивенько. То есть фейсов футболистов хоть и выглядят похоже, но все-таки как-то не так. И в целом графика напоминает ту же фифу. Какой-то пластилин если честно. Поэтому теперь вся надежда на геймплей. И после этого я думаю насчет проекта все станет понятно. Но учитывая, что UFL будет делать упор на онлайн, не думаю, что мы получим гиперреалистичный игровой процесс. И в целом как-то так. В комментариях под этим видео я буду ждать ваше мнение по поводу UFL. Рассчитываете ли вы на проект от белорусов, или же относитесь к нему скептически? Обязательно пишите в комментариях. Ну и не забывайте поддерживать данный ролик своей активностью, в виде пальца вверх. Обязательно подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Ну и прожимайте колокольчик для уведомлений. Всем спасибо за просмотр и услышимся уже скоро. Всем пока дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok